Давайте тогда с утра сделаем зарядку, и как всегда нам это помогает фитнес-инструктор, наш красавец Полина Семенович. Полечка, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, друзья. Все просыпаемся. Утро понедельника. Новая неделя. Заряжаемся. Что же, мы сегодня будем делать одно упражнение, которое поможет избавиться от всех бед девушек и мужчин. Можно делать девушкам и мужчинам это. Ну-ка, 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 покажите нам это упражнение, которое от всех бед нас избавит. Хлеб, кстати, не на все вот так ведется. Да, сейчас поведется. Поэтому ты его уже чем-то пленила только что. Продолжай. Это вакуум живота. Это упражнение поможет укрепить вам мышцы живота, убрать внутренний жир, убрать объемы живота. Всего за пару недель вы уже увидите, как у вас будет уменьшаться животик. Подтянуться, все красиво. Тех, кто после родов, он очень хорошо помогает подтянуть живот. Тех, кого большие животы, пивные, мышские, вы тоже можете убрать с помощью вакуума. Одно упражнение каждый божий день его выполнять нужно натощак. Поэтому все становимся к камере. Ой, камере, это я у камеры. Все становимся к телевизору и будем работать на пресс. Полина знает какой-то секрет, наверное. Я знаю. Ну-ка, ну-ка. Становимся. Упор на ноги руками. Делаем глубокий вдох, выдох, выдох. Когда сделали полностью выдох, убрали весь воздух, мы втягиваем живот и сам как бы воздух. Втянулись и задержались на пару секунд. Послушай, это называется вакуум, да, как в простом народе? Да, вакуум. Вот оно что. Да, да, да. И что, от этого живот убирается? Еще как сильно. Ты просто не представляешь, какие мышцы работают. Не представляю. Все, втянулось, подтянулось. 20-25 секунд. Мы удерживаем так. И несколько повторений так. С каждым разом, конечно, будете делать больше. С каждым разом это будет проще. Давайте еще раз. Выдохнуть, да, и задержать, и выдохнуть постоянно. Да, смотри, давай еще раз. Сделали выдох. Один позвоночник остался упал. Да, да. Но понимаешь, вся суть в том, что на выдохе человек должен как бы притянуть живот позвоночника. И втянули. Максимум, да, к позвоночнику подтянуть его вверх. И вот тем самым мы сокращаем мышцы живота. И нужно задержать, и зафиксировать, да? Да, 20-25 секунд. Зафиксировали, отдышались, подышали, и сразу же опять повторили. Так делаем каждый божий день. Выходные, невыходные, постоянно. А сколько раз нужно делать? На протяжении дня, как вспомнишь, так и делай, Гребушка. Но желательно делать. Очень не помешает. Утром натощак, если у вас есть проблемы с кишечником, желудком, сердечно-сосудочной системой, лучше проконсультироваться с врачом. Можно или не нужно? Мне кажется, это одно из самых все-таки безобидных. Говорить, что можно много, но, пожалуй, что в данном упражнении на самом деле у вас не задействованы те мышцы, которые могут какой-то дискомфорт вам причинить. Вы не лежите на полу, не качайте пресс скручиваниями, грубо говоря. Так, да. Это можно делать лежа, лежа в кровать. Вот даже вы только проснулись, лежа в кровати лежите, ножки под себя подгнули. То же самое. То есть дыхательное упражнение. Это больше как дыхательная гимнастика идет, которая помогает вам прокачать мышцы пресса. Сделали выдох, вдох и втянули живот. Коль, сколько раз надо сделать таких подходов? Раз. Вот сейчас нашим представителям, которые смотрят... Те, кто начинает, еще мало развиты, наверное, больше именно задержать дыхание. Тяжелее всего. Втянуть-то вы втянете. А вот задержать дыхание чуть больше, там, на одной минуте, это сложнее. Поэтому по 10 секунд сначала, по 15 и по 5 повторений, 5-10. Максимум. Тут можете хоть и 20 сделать, сколько у вас времени позволяет. Вреда этого никакого не проведет.